Я Минаев Дмитрий Александрович, 1926 года рождения. А что Вы можете рассказать о предвоенных годах? Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны, например? Из чего оно складывалось? У меня трудно судить, конечно. Я был не такой же взрослый. Буквально перед началом войны, это была у меня уже семилетний класс уже. Не совсем такой взрослый человек. Поэтому нам очень трудно было как детям судить об этом. А вообще была просто мирная обстановка такая, была приятная в Москве. Я здесь жил и не чувствовал ничего. И для нас это было как гром с неба, когда объявили на другой же день, в 6 часов утра, началась война. Нет, вроде... Понятно. А вот о начале войны Вы что можете сказать? Как Вы узнали об этом? В начале войны, когда объявили о том в параде, что война началась, мы уже ребята как-то восприняли духом тем, что взрослые нас к себе объединили. То есть приблизили и нам выдали противогаз. Нам выдали... Мы же мальчишки были уже почти 14 лет. Выдали противогазы. Выдали нам щитцы, зажигалки гасить. Дали нам инструктаж. И мы со взрослыми дежурили. Ну, не всю ночь. Ну, по крайней мере, особенно в вечерние часы, когда именно были сигналы воздушной тревоги и ждали налет авиации на наш город. И мы гордились этим, что мы такие же солдаты. Понятно. А расскажите о том, когда и как Вы были призваны в действующую армию? Когда и как призваны, да? Я работал на военном заводе. Это такой был завод небольшой, но был в местечке, где сейчас называется Марин Рощ. Там завод Глиссер был. Значит, там, значит, мы, мальчишки, уже в Лев-14 работали. Совменно на уровне со взрослыми собирали катера Глиссер, речные суда для военных целей. И огнеметы для солдат. Были такие на вооружении у солдата огнеметы, которые за плечами носили как бы емкость, накачивали ее как бы воздухом. И при нажатии курха, значит, этой вспрыскивали сразу горючим и тут же поджигалось. То есть специально для поджога, там, танка или еще что-то, это для солдат. То есть вот это как военные, для военных целей это. Мы собирали, в заводе работали. Это было, наверное, до лет шестнадцати. А потом, значит, когда мне было шестнадцать лет, я получил паспорт, я окончил курс шоферов и авиационных механиков. Не авиационных, а автомехаников. И начал работать на ВАЗе военной организации, которая была в Москве. Я там проработал месяца четыре, и меня призвали в армию в семнадцать с половиной лет. В армию призвали на сборный пункт. Это бывшее здание, оно сейчас работает и действует. Скрипасовского. Вот там была казарма. Там собирали всех людей, к которым по повесткам приходили военкоматы. И там как бы был пункт сборный. На этот сборный пункт частенько приезжали представители разных родов войск. И они отбирали себе людей, сколько нужно. Ну, как они отбирали, я не знаю, это по их знаниям, интуиции, еще что-нибудь. Им туда на пополнение в части. Вот один майор отобрал восемь человек, в число которых я попал восемь человек. И, значит, с их командой восемь человек, и вместе с ним, он, значит, нас привез в город Умань, в Украину. Вот в городе Умань, в Украину, вот отсюда я и начал боевой путь. Понятно. А в каких сражениях вы участвовали? В сражениях? Поскольку я работал, служил в авиации, и был сономеханикой, готовил машины для боевых вылетов. Ну, иногда ей приходилось и быть, и в полетах ходить. Ну, я не как летчик, а потому что бомбировочная авиация была, машины американские, тяжелые, как бы летающие, как крепость. Поэтому вооружений очень было много, поэтому экипаж был много. Там у них левый летчик, правый летчик, штурм, стрелок-радист, башенный стрелок, хвостец стрелок. Иногда не хватало людей с тем, что кто-то, может быть, заболел или из полета пришел раненый. Поэтому нас, механиков, иногда привлекали. Ну, привлекали к чему? Более поскромнее, поскольку у них свой экипаж. Ну, задний турель, самый хвост, самолет. Там, на пулеметной турели. Что-то я немножко потерял смысл. Ну, вот в каких сражениях вы участвовали? Какие обороняли вы? Значит, наш боевой полк ходил на бомбежку только ночью. Значит, с Украины мы ходили на Берлин. Ходили на озеро Болотон, на Венгрию. То есть, еще многие пункты, те, которые очень далеко. То есть, машины были в полете по 4 часа в воздухе. Поэтому этот путь очень дальний. 4 часа в воздухе, значит, 2 туда, 2 обратно. А иногда ходили с Украины на Берлин 6 часов в полете. Тогда уже авиационные бомбы, которым мы брали 2,5 тонны, больше не брали. Иначе за счет чего? За счет того, что подвешивали еще дополнительные пензобаки для горючего. Так что не хватало горючего на такой длинный путь, чтобы вернуться обратно. Вот наши объекты были. Ну, в основном, конечно, это как дальние действия. А потом, значит, когда мы с фронта ушли дальше с войсками, передовыми частями, тогда уже ближе были объекты. Вот, скажем, мы из Украины перешли, не перешли, а перебазируясь. У нас перебазировка в основном летная. Все, весь карп со всеми, что у нас есть, с самолетами перелетаем на другой аэродром. Перелетели в Румынию. Значит, с Румынии обратно ходили на эти страны, на военные объекты, там, где нужно было бомбить, согласно распоряжениям, ну, там, высшего командования и прочее-прочее. Вот, по сути дела, в пределах вот этого, как бы, вилки этого 2-го Украинского фронта. Понятно. Вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием? Ну, был один эпизод. Не то, что один, там и были многие все, но один был, у меня как-то более запомнилось все. У нас был один, это был боевой вылет у нас был, когда мы были в Югославии. То есть мы из Украины перебазировались в Румынию, в город Рашовра ДВД. Не в город, а под городом, в аэродром под городом. Потом с Румынией перебазировались в Югославию, там, под городом Петровград. Потом из Югославии перебазировались в Венгрию, под Будапешт. А боевые вылеты фермы делали мы. С одной аэродромой, если мы ближе поддвигаемся к фронту, значит, мы опять вылеты делали. И вот, когда из Югославии мы летели на Будапешт, на Будапешт, на Будапешт, из Венгрии. У него задание у нас было на Берлин болеть, мы туда ходили. Но мы ничего не могли сделать, потому что ночью нас встретили таким заградительным огнем, потому что Берлин был настолько насыщен ПВО, вот этими противовоздушной обороной сильными, что нас рассеяли ночью. И мы отклонились очень далеко от той цели, которую мы должны бомбить. И нам пришлось возвращаться с грузом этих авиабомб назад, обратно, иначе у нас горит чудоисходе. Значит, мы назад вернулись, обратно вернулись, обратно на свой аэродром. Но сесть мы не могли с этим грузом, потому что бомб может с крючка соскочить в бомбоюке, сдетонировать и взорвется. То есть запрещено посадку делать самолета с белыми запасами авиабомбами. Значит, надо их было скинуть на... Есть такой вложенный аэродром, основного аэродрома, где выкапывают большие ямы и насыпают большие горы земли, как бы имитируя этот ангар. Капонир называется. Вот мы туда и сбросили. Это как бы ложный аэродром где-то в стороне километра два от основного. Даже если будет налево аэродром на наш аэродром, они могут дезориентировать себя. Ну, увидев, что это аэродром, фактически там нет ничего. Там макеты и капониры. Вот мы туда сбросили груз и пошли, значит, на аэродром садиться. Зашли на посадку, у нас не вышли шасси. В то время, когда мы были над целью, когда на бомешку летали, очевидно, нас где-то там перебили, где-то в систему или еще что-нибудь в шасси. Они не вышли. Значит, нам надо садиться на фюзеляж внизу, как у нас выражались всегда, на пузо. То есть, так близко подойти к земле, чтобы юзом пройти по земле. Как у вас получилось? Вот наш летчик, командир Каравалява, был очень такой майор. Он сначала войны был, воевал. Он опытный, хороший. И он, значит, посадил машину. Он сначала по зоне аэродрома раза два-три обошел, выработал горючее на всякий случай, чтобы там лишнего не было. Бомбы уже нет, мы уже от них отделались. И он плавно посадил на поле, не на бетонную дорогу, на дорожку беговую, не на полосу бетонную, а на пахнутную землю. Ну, а там же мягкость, урунда. И на пузо проехали. Винты скрючились все, как крючки. Как крючки. Потому что близко к земле. Они все так загнулись. Брюхо все распоролось. Все оторвалось. Ну, тормознули. Все остались. Вот такой случай был. Ну, как-то он сразу в голову сел, и дальше жить. А так, мелкие такие вещи, мало бывает. А какое событие запомнилось, как самое радостное? А, радостное? Да, вот самое радостное, какое было событие? Ну, конечно, День Победы. Мы его встретили, нам сообщили 8 мая. Хотя, там раньше был, наверное, где-то подписан пакт об этом. И оно раньше закончилось. Но 8 мая это основа. Уже парни везде сообщили. Это мы были в Венгрии. Ну, все, что есть. Из автомата, всех и прочих. Значит, пошла стрельба. Ну, и, конечно, вечером отметили, справили, выбили за заповеду. Ну, в общем, радостная была большая, потому что мы молодые тогда были, но многие же были, которые пожилые годы, они же уже чувствовали, что им уже демилизация должна быть. Вот так. Понятно. Мы узнаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Вот, может быть, вы что-то расскажете про какой-то такой случай? Ну, понимаете. Вот, о каком-нибудь подвиге, которому вы были свидетелем? Вы знаете, я хочу, ну, если взять в годы войны, вы имеете в виду, да? Ну да, да. В годы войны, да? Ну, какой там, у меня как-то вот запомнилось, знаете, что в годы войны седьмого, эта война только началась в июне, а вот седьмого, не то четвертого ноября, а что-то вот, или седьмого ноября, или шестое ноября была, была паника в Москве. Потому что немцы подошли к Москве настолько близко, что уже венокль осматривали, то есть Крюково и прочее, совсем рядом с Москвой, им остался один бросок, и они могли в Москве. В Москве была паника, все бежали, уезжали, все магазины ломали двери, грабили, все открыто, ветеринары сбиты, и кто-то еще только мог тащить, а у кого есть была машина, ну как? В частности, таких машин мало было, ну, такие вот, грузовые, все, знаете, там, ну, в основном, учреждения, производственные и прочее, навалили на машину, целыми семьями, и из Москвы грабили. И у нас также были магазины, где я жил на Цветном Балеваре, тоже грабили, и все, и прочее, мы это видели сами, и все, пацаны и прочее. И нас это возмутило, и вот, мы, конечно, шумели, кричали, и прочее, прочее, там, бежите, крысы, и прочее, прочее. Ну, человек, когда в панике, он меньше об этом думал я. Мы как-то старались это дело вот прикрыть, чтобы этого не было, нас очень, ну, как-то бежал, честно говоря. Взрослые люди бегут, и прочее. Вот, может быть, только здесь вот, почему, потому что на другой день утром Сталин выступил по радио и сказал, что создана комиссия из ЧК, из трех человек. Ну, не одна комиссия, их много, ну, просто комиссия из трех человек. И всех маронеров будут расстреливать на месте, без суда и следствия. И такие эпизоды были. Были где-то в центре, я сейчас в улице забыл, есть старая площадь напротив улицы, старая площадь и улица есть, ее, в улице забыл. Не Моросейка, то ли, по-моему, Моросейка, тоже там это было, все ли. Там, в свое время, там тогда еще расстреляли троих мужиков. Ну, то есть, раз-два показали, и все прекратилось. Абсолютно. Стало настолько тихо, настолько хорошо. Двери все как были разбиты, открыты, магазины разбиты. Так люди не только что мимо Порт-Трударова в магазин идут, они его с Трудвара сходят, обходят дальше другой стороной, лишь бы не идти мимо. Ну, не дай Бог, сочтут его за кого-нибудь. Вот что значит, понимаете, в вовремя вопросы это решить. Вот так это мне запомнилось, только это же, конечно, не героизм, мы не могли сделать, мы сами не могли это запретить. Но нас возмутило, мы шумели, кричали, даже камнями кидали вот в эту машину, они там на мешках, там, то ли трогают, то ли не трогают, там, знаете, как-то непонятно, все, мы камнями туда. Ну, правильно, в общем, молчать не стали. А? Молчать не стали. Нет, конечно, но все, мы уже, москвичи же, как-то свой город. А вот я смотрю, у вас есть награды, можете рассказать о них, какие и за какие заслуги? Ну, здесь, в основном, у меня из-за из боевых, то Орден Отечественной войны, ну, в конце, когда, перед тем, как закончить война, тут как-то очень часто многое нагрязали, потому что знали, что люди забоевали, что люди, даже люди отметить и прочее. Вот так мы получили все это в Орден Отечественной войны. У меня еще здесь нет двух медалей, ну, откровенно говоря, они были, и у меня сейчас есть документы, но дело в том, что у меня родился сынишка, как ребята, и вот, ему уже, когда делал, было лет 12, вот он где-то их заиграл у меня. Ну, или потерял, где-то похвастался ребятам, а мне, значит, прикорманил, наверное, знаете, какое, ребята, так, и все, и они у меня пропали. А что за медали были? А медали были заслуги и победы в Германии. А здесь уже я, сын, у меня сейчас сын уже пенсионер, да, 60 лет ему, уже взрослый, покой, не взрослый, уже сверхвзрослый пенсионер, никогда мне не говорил, потом я все-таки, он мне признался, мне говорит, что это, говорит, моя вина. А так, никогда, я вот спрашивал, прям, чуть ли не хотел за ухо потребовать, не знаю, все. А вот какая для вас особенно дорогая, и почему? Дорогая чего? А вот какая самая дорогая вот для вас, и почему? Награда. А, награда, да. Ну, мои заслуги, это уж действительно мы заслужили, да, мы что работали, не считая ни на погоду, ни с чего, абсолютно. Потому что целый день на роддоме все делать, готовить, там же машину нужно и узнать, и подготовить, и еще что-нибудь, и заправить, и все. В общем, чуть что-нибудь, все журналисты запишутся, придет, а потом дадут, такого нагоняй, и мало не покажется в этом отношении. Поэтому здесь строго очень было. Мне кажется, все-таки, вот, победа в Германии, потому что это уже не только моя награда, но награда миллионов людей заработали всеми такими, ну, нечеловеческими усилиями победу, эту ковали все абсолютно. Вот она как-то дороже мне ценится, потому что, когда День Победы наступает, мне всегда интересно, и даже приятно, даже вот у всех лендочек, которые есть на роддейшем медалях, она как-то сама ближе полосками-таки, нет, то есть земли и желтой, то есть крови потерянной. Понятно. Расскажите, с какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Ну, вы имеете смысл, не с чувствами. Ну да, вот с какими чувствами вы шли на войну? Ну, с чувствами я когда шел, вот именно был какой-то патриотизм. Это было ощущение победы, да? Очень нелегкой там для всех. Потому что, во-первых, это же война. Вы не знаете, что будет с вами завтра. Вас там могут послать на спецзадания, и я говорю, не верю, не очень. Причем иногда в авиации, иногда говорят в других войсках, ну, авиации там интеллигент. Они думают. Не в этом дело. Они думают, что там вроде, ну, более прогрессивная, такая сложность. Дело в том, что на земле, как-то она, земля ближе. И глядишь там, как-то она вас чем-то сохранила. За что-то спрятались, за что-то увернулись, еще что-нибудь. В воздухе вы абсолютно беззащитны. Только защита одна, что у вас есть оружие. Но вы водировщик, когда идет, А двигатели были старые, поршевые, скорость до 400 километров только. Это сейчас он по две тысячи, истребители ходят. Прораскочил, он быстро в облака спрятался. А тут идет, гудит. О-о-о-о-о-о-о-о-о. И не знаешь, с какой стороны выскочит истребитель, и тебе шуранут. Тут, ну а там уже прыгать некуда. Или сам вместе с машиной вниз. А если даже выбрану, то на Новорожской территории. Мы же в тыл ходили. Там Новорожская территория. Значит, ты все считаешь, что ты уже не человек погиб. Потому что тебя в злых не оставится. А вот с какими возвращались чувствами? Ну, а возвращался, конечно. Конечно, достой большой. Хотя я возвращался из госпиталя. У меня было осложнение. Не осложнение, а приступ сердечный был. Меня положили в госпитале. Это уже в 46-м году. Понятно. В 45-м. Да, в 46-м. Меня положили в госпитале. Я в госпитале пробыл месяца три. Всередневно. И меня туда адмилизовали. С инвалидностью домой. Значит, в Венгрии, когда консульс войны, мы там еще в Венгрии стояли, как войска наши. Ну, я имею в виду, на советские войска. Там уже был у меня приступ. И там же в Венгрии в Владапеште меня положили в госпиталь. Но госпиталь начал сворачиваться, как называли раньше. То есть, его сворачивали в тыл, в Советский Союз. И вот, значит, пока мы ехали, дней 20 или 25, не меньше. Потому что, как поставят в тупик санитарный, так и стоит он неделю. Чего, людей лечат? Ну, стоит, стоит. В России есть, все есть. И вот, в апреле месяце, в 46-м году, меня завали. Комиссовали, в общем. Я поехал домой, конечно, с чувством большим. Вроде молодой, не совсем так я чувствую плохо. Не обращаю внимания, что там у меня с метральным клапаном что-то произошло. Поэтому чувство такое, что встречу своих знакомых, близких, нас сюда, молодой. Вся жизнь впереди и прочее, прочее. И поэтому ехали, когда в госпиталь, когда свернули, нас из Бутапешт отправили в Россию, в город Кунгур, это в Сибирь. И когда из Кунгура я возвращался домой, это надо было ехать сутки, двое, наверное, больше даже. И я почти не спал, все время около окна стояли, как я, такие же молодые, смотрели на природу. Ну вот, по сути дела, приехал домой. Конечно, вся жизнь впереди и прочее, и прочее. Ну, а потом пошли потихоньку осознение, с годами. И сейчас вот тоже с годами, сейчас уже группа вторая уже инвалидность. Вот такой мой путь. Ну, а вообще-то много было. И хорошего, и плохого, и радости, и горе, все было. Друзей многих потерял я. Даже я, когда образовался уже из госпиталя, я по этим друзьям ездил в Москве. Были у меня адреса. Ну, когда были, там, знаешь, дорога. Вот, в Леврину, здесь вот, недалеко от Москвы, там, два друга. На Метрострововской улице тоже к родителям приезжал. Да, еще где. А вот еще в Подмосковье, здесь недалеко, мытища. Это вот, которые у вас с войны остались, да, друзья? Вроде долг, чувство, долг отдать, понимаете. Но это вот с войны, да, у вас товарищи остались? Да, наши, вот у нас в армии, вместе, которые мы могли. Понятно. Которые погибли. Ну, погибали, как, понимаете. То, если машина упадет, все погибли. Но зачастую бывает так, что с задней стороны по хвосту всегда бьют в бою. В машине вражеской подходят, да? Так же и немцы так делают. Все так делают. Тем более ночные периоды, сумерки, еще чуть-чуть бежит рассвет, еще не видно цели. А он, если видите, у них вместе в Шмидте были, они по 700 км в час ходили тогда, скорость огромная. Он как выскочил, он как очень дал по хвосту. А там стрелок ранило, слава Богу. А если не ранило, значит, погиб. Понимаете, это трудно судить. Потом он начинает перевод, не видно цели. На наших машинах, на американских, у нас были самолеты Б-25. Эти машины первые, которые американцы начали делать, с тремя точками опоры. А хвост не ползет на маленьком колесике при взлете или посадке. А стоит на трех, значит, в носу для штурмала. И два шанса, то есть на трех точках. Как сейчас самолеты пассажирские. Вы видели, хвост поднят. Вот тогда не было таких. Это первые машины американские были, такие. Вот поэтому... Да, я хотел сказать. И они на свои машины ставили приборы ночного видения. По тем временам это было засекречено прибором. И когда они по... Как это называется? Ден Лиза, или как-то... Вот в Мурманске мы получали отчасти с американцев, когда они к нам привозили сюда. Ну, по Лизе, те, которые должны они нам... Как бы помогали нам, этими самолетами и прочим. Они, значит, когда самолеты сейчас отправляли, все там есть. Но приборы сняты ночного видения. Как свет на оружие, они пока не разглашали ничего. Это сейчас. Ну, сейчас это... Продают в магазине пенокли ночного видения. Ну, да. А тогда, это же было, господи. Сколько лет назад, это было 45, 55, 60, 70 лет, наверное, пока не шло. Вот скажите, как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? А, вы это имеете в виду, да? Как вот это воспринималось тогда? Были ли сомнения в победе? Вы знаете, я читал истории много. Читал книгу Жукова у меня есть, исторические все про Сталина, и прочее, и прочее. Я, например, делаю выводы то, что ничего такого, как напустились на Молот, что там с Риббентропом какие-то вось-вось сыграли, подписали доллары, снялся и прочее, прочее. Вы знаете, нам нужна была передышка. Сколько мы... Вот так вот думаться, вот честно вам говорю. Ведь после революции, по сути дела, советская власть в основном с 20-го года как-то так уже пошла. А ведь с 17-го года по 20-м еще бои. И все. И вот считайте, с 20-го года, с год 30-го, 10 лет. С 30-го по 41-й. С 41-й уже начинался. 10 лет, 20 лет. Только вот, как за 20 лет поднять страну, чтобы она была настолько оснащена, сильная? Это очень трудно. Тем более после революционных событий. И поэтому нам нужна была просто передышка. И поэтому он именно имел в виду, именно заключить договор мирный. Выиграть время, чтобы нам поднять комбинаты, заводы. Не в европейской части, где Москва, а за Уралом, Северии. Чтобы они были в тылу, на всякий случай. Вот то, что, по сути дела, было очень тяжело первые годы, конечно. Армия отступало. Мало было вооружений. Недостаточно, может, так, на особенно высоком уровне. Первые годы истребители были вообще не из дюрали, а с деревянной панелой. А потом ведь мы уже сразу наладили. Всю промышленность переправили на север, то есть за Урал. Наладили там производство и обратно. Мы уже поперли его с 41-го года из-под Москвы. Так что я считаю, что поднять сторону после разрухи, это два десятка лет. Понятно. А вот вы начали говорить про битву за Москву. А вот что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? О положении под Москвой? Да. Ну, вы знаете, я был в Москве все время здесь. Никуда же не уезжал, так что я жил все время здесь. Отец у меня был в ополчении рыв, противотанка рывы под Москвой. У меня отец был уже за 50 лет, уже в 60-е. Уже в рядовую, не в рядовую, а какая-то, в основном в армию-то уже не брали. А народополчи не брали всех этих стариков. Там были столбы, ставили за рождение и прочее, прочее. Вот он там занимался этим делом. Ну, что я мог? Информации, конечно, мало было, безусловно. Народ особенно не водоражили. То, что цензура пропускала, там пропускала, конечно. А потом, зачем нужно нагнетать у людей этой какой-нибудь там не совсем хорошей информацией, когда и так уже, может быть, человеку тяжело знать, что война началась. Тут уже совсем другие условия. Поэтому здесь нужна была просто дисциплина и все, в основном. Ну, с этим справлялись. Почему? Потому что воспитание другое же было. Был какой-то патриотизм с самого, ну, октября-то, можно сказать. Я же в год, когда в октября-то ходили, строили, в барабаны играли. Понятно. А вот как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице? А, к столице, да? Да. Ну, вот когда все бежали, мы никуда не бежали. Отец у меня там в ополчении, мать одна дома, и я с матерью. Еще одна была сестра, старше меня. А она была... Клуб был раньше милицию города Москвы, там был ансамбль. Она там писала. И поэтому, когда она началась, их всех взяли в концертную бригаду по фронтам. Так что ее тоже еди не было, но по фронтам ездила. А я никакой... даже и не думал никуда. Абсолютно. Я как-то не придавал значения, как-то чувствовал, что это ерунда, что это все равно его отгоним, туда-сюда, ничего не получится и прочее-прочее. Даже по тому случаю, потому что война началась в июне, а что июнь, июль, аугуст, сентябрь, где-то вот здесь вот в ноябре была паника в Москве. По этой даже паники можно было ясно, как приказ дал Сталин. Не приказ дал, а... Ну, выступил, да? Сразу все прекратилось, и все-таки вещь сразу в порядок. Нет, я... Как-то... Мы с мамой никуда не хотели уезжать вообще. Да? Мама говорит, ну, что будет, то и будет. Будем здесь. Расскажите о своих командирах. Вот кто из них больше всего запомнился и чем? Ну, знаете, так трудно судить. А в основном командиры, когда судят о нем, самое главное, чтобы было на... чувство человечности и чувство понимать другого человека, почему он там именно каким-то другим стал, или там что-то позволил сделать, или еще что-нибудь. Просто с человеком нужно просто поговорить, сказать, посочувствовать. Поддержать, да? Да, поддержать. Настроить на боевую власть. Да, и потом, как бы... Ну, вот слово забыл я. Ну, когда человек вот утратит кого-то, знаешь, как-то... Ну, в смысле, это зачувствовать? Как-то ему... Ну, скажем так, слово... Соболезнью, например, выразить ему, понимаешь? У него совсем другим делается. Вот чувство командира... Вернее, вот это вот... Хорошие черты, вот этот командир, вот это самое лучшее дело. А не такой, который, может, не разобравшись ничего, поскольку я командир, значит, ниже меня на 0,2, значит, рубит. Рубить можно всегда, но ведь когда рубит, еще я перейдя. Ну, а так... Трудно по обстоятельствам сосудить, конечно. Кто, как, чего, провинец, как, чего. Ну, вот запомнился вам, кто из ваших командиров больше всего? Ну, в основном, может быть, так, два. Техник машины, потому что я у него впечатление был, не только поэтому, а потому что он... Ну, как-то он снисходительным был. Помню даже фамилию его. Гурмас. Такой, какой-то, фамилия странная для того времени. Вот. Он такой порядочный человек был. И еще командир эскадрильи. Он жил не в землянке, где мы жили, когда готовили аэродром машины, мы так на аэродроме дневая ночевая. А он жил в домике, ну, где мы аэродром базируемся, в поселке есть, гражданских лиц той страны. Вот он и в землянке живет. Как бы поселяется. Вот. И я туда к нему заходил, почему? Потому что он меня просил там зайти туда. Он там где-то трофейную машину достал, легковую. Вот. А он меня и просил, чтобы там посмотреть, ну, подналадить, подделать, чтобы она не чихала, ходила хорошо. Ну вот. А когда я там занимался, и он, знаешь, рукава засучит, и вместе со мной, и ковыряется, то под машину полезет, то еще что-нибудь. Ну, как бы, ну, как свой простой. Понятно. А вот полководцы какие-нибудь вам запомнились? Что запомнились? Полководцы. Вот кого вы, ваши товарищи, считали во время войны самым выдающимся полководцем? А, полководцем? Я считаю Жуков. Я был у него на родине, не у него в гостях, но в его доме, где он родился, где он вырос. Это он, родина, знаете, где вы? Есть город Обнинск, под Москвой, километр восемь. И вот от Обнинска еще 20 километров в сторону, там Заводский, Уготский район, и вот там в поселке он жил. Я туда ездил просто ради интереса посмотреть, где он жил. Там стоит обелиск со всеми его орденами. А каково было отношение вас и ваших товарищей к личности Сталина во время войны? Ну, поскольку мы были воспитаны тем временем и в тем духе, конечно, мы его почитали как самый главный человек в России и командующий. и все действия, которые где-то мы может быть даже выигрывали, мы не знали и не могли знать, безусловно, что не он это решал один, а решал весь коллектив военачальников, но все вроде как «Сталин приказал». Он вроде последнего слова. «Сталин приказал» В то время, конечно, мы так и были в «Сталин приказах». мы не знали там, что мы точно что-то можем выиграть и прочее, и прочее, что действительно это в обязательном порядке. Такого не было. Сомнения могли быть разные. Но мы верили, что он, значит, что-то решит. на фронте были люди разных национальностей наверняка, да? Да, у нас много было. Что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте? Ну, знаете, здесь все зависит, конечно, очень много от людей. Вот у нас был один полгодин я помню даже фамилию Рагаза. Знаете, такая странная фамилия. Он родом из Ниженного города. А такой дурной. Всегда придержался. Понимаете, такое отчаяние такое, знаете, все просветало какое-то эгоизм такое свое и прочее. А вот наряду с этими же ребятами, имея звание, должность таких же, как и вон. У нас были узбеки, у нас был еврей один товарищ, потом где-то башкир, я помню. Мы все сообщали, как-то всегда дружили хорошо и все проще. это зависит от воспитания, понимаете, от характера. Может, ему такое было воспитание, он даже такой вороватый был. Так что нам пришлось всем объединиться, проучить его, чтобы он не воровал. Ну, такой вороватый, понимаете, возьмет, не скажет, ничего, не знаю, не знаю. Ну, проучили, сказали, что вот если еще раз увидим, все, ты считай, тебя мало не покажут. А вот конфликты на национальной почве были какие-нибудь или не было? Нет, никогда не было. Никогда ничего. Как-то все тихо было, все хорошо проходило. Потому что, честно говоря, ведь и думать не некому было о чем-нибудь какими-то рознями и прочее. Все мы едины, один хлеб и едины, и все мы знаем, что сегодня я жив, а зная я могу нет. Поэтому людей объединяло вот это все. На фронте наверняка часто складывалось тяжелое положение, да? Как вот удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Ну, я, правда, могу, не знаю, как-то. Ну, знаете, мне кажется, просто у каждого человека был долг, что он должен ну, нести какое-то время. Как говорится, все понемножку, получается много. Мне кажется, только так. сама обстановка. Ведь люди в разной национальности, если попадают в кого-нибудь экстремальные условия, они дружнее становятся. Потому что в коллективе легче выжить, легче что-то сделать, придумать. а вот как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? Вы знаете, ну, в городах мне так не пришлось, чтобы я ехал поездом, то есть все время самолетом, телевшим вагонем, открытые двери и, значит, там народ был и прочее. мы же летным составом вместе перебазировался сразу в другой аэродром и там же сразу раскрывали все для действий военных. А я могу просто заметить по народу того населения, которое жили в той стране. Вот, например, я как-то даже сейчас могу сказать, ну, об Украине говорю, потому что Украина это наша одна из республик национальных из 17, что у нас было в Советском Союзе. Это свои люди. Вот, скажем, в Румынии. Там, народ, когда мы перебазировались, там народ какой-то недоверчивый, как-то сторонится, как-то чувствуется, как бы, что-то не получилось, или бы его кто-то не прижал бы из своих, что-то там всем посадишь. В Биагославии были совсем другой народ. Нас приглашали в хату за стол, пожалуйста, вина вам нальем, вы хотите выпить и так, сюда, про Ля... Гостеприимно, да? А? Гостеприимно. гостеприимно. В Венгрии, ну, более-менее, так это можно сказать, между Румынией и Югославии, так можно сказать. И, дай мне, есть некоторые такие вот приятные люди, а есть в глаза тебя что-то такое бросить даже. Вот наши ребята, ну, какой-нибудь у офицеров вечер бывает что-нибудь, да? Мы туда придем, ну, там, поскольку это офицерский, в данном случае этот вечер, ну, там как-то нас все знают, мы где-то здесь, поблизости, просто крутимся и прочее. А девушек венгерских их пропускали хорошо, потому что они с ними танцуют, там, ну, были такие вечера, редко, но, и вот эти девчата, когда с ними разговаривали, и говорят, вот, видите, какие ваши офицеры, вот, там, берут, ну, даже показывают, носом так, он разыкает и сморкаются. Это нам в глаза говорят. А вот, говорит, немецкий офицер, от него пахнет духами одеколом. Это нам глаза. Ну, как же это не колет? Конечно, колет. И поэтому я считаю, что это просто непорядочно, что люди там выражаются. А вот мы были в Югославии, про который мы говорили, там никто в этом, там, наоборот, на каждой хате было написано «Хай, живи, батьку, старин, двечей, то покажи, хате, краски». Понятно. А каким было отношение к вам и вашим товарищам в освобожденных странах Европы, других еще? Были еще какие-то? А сейчас, да? Нет, вот тогда. Тогда? Отношения были, вроде, не так, что плохо или хорошо. Кого я знаю, допустим, я с ними встречаюсь, вот иду там, знаю, что мы до друга уже как-то знаем, все. А-а-а, сервус, здравствуй, поехали, по-ангерски. Здравствуй, здравствуй. А он начинает говорить, я особо не понимаю, но уже ориентируюсь. все нормально, все хорошо. А с другой стороны, наши ребята польши, в сад заброшенный, никому не нужный после войны вдоль побережья Дунави. За яблотами. Ну, все за яблотами. Мирная штука. Тем более, ранние, там же ранние весна, ранние яблоты. Выбежал, их, мы их звали, Мальяра, выбежал с винтовкой, и на нас. Вот нам пришлось все сделать. У него ядово вырвать, да дерево это прикладом разбить, все сломать и бросить. Так он пошел в комендатуру еще жаловаться на нас, что мы ему нанесли вред. Ну, нам, конечно, там просто пожурили. Вот, пожалуйста, видите, разные люди. Ну, да. Каким было ваше отношение к немецким солдатам? Какими их видели, воспринимали? Я не знаю, знаете, как вам сказать, но в то время, когда я был, как-то всегда, частенько называли, как болтай не корми, все он смотрит в лес. Так и здесь. он на протяжении двух десятков лет или там пятнадцати лет воспитан с тридцатого года и там, я думаю, Гитлер, Юнге и прочее. Там сейчас страна жила под ружьем. Воспитание совершенно другое. Вклад уже идеи другой. Он мог смириться, поскольку мы победители и там уже чувствуем себя по-другому. И чтобы не сыскать в себе невероятности, он может лебезить. А если в такое условие попадешь, я один к ним, вообще где-то совершенно никого нет, ох, знаете, где-то там может быть за несколько, там, десяток километров и прочее. Были случаи, что наших ребят, ну, не наших ребят, но наших русских, солдаты убивали. У нас был момент, я вам не сказал, на аэродроме есть БАО, это батареол аэродром не обслуживая. Девушки, зенитчики, которые по периметру аэродрома стоят с зенитками, ну, как ПО. И этих девочек вырезали ножами, чтобы не было жонок. ночь открадутся из зеленых. Были такие моменты. И это тогда, когда еще на грани вот-вот война закончится. Так что здесь сразу одним словом не скажешь. Вы видели вообще пленных немцев? Пленных? Да, немцев. Ну, кто их не видел? Ну, вот первый пленный немец. Они все были, здесь в Москве были. А вот первый пленный немец, которого вы видели, какие чувства, впечатления у вас были? Ну, я их первый видел в Москве, когда их сюда привезли, и они огромные колонны шли по Содому кольцу, чтобы показать их москвичам. И они шли. И вот что тогда чувствовали? Какие у вас были впечатления? Вот, колонны. Ну, у нас были тогда впечатления. Это когда они были, когда их взяли в плен в окружении вот уже в 1942 году там по Салинграду, со всех фронтов. Конечно, я еще не был в 1942 году. Конечно, мы ребята были вовне, вчера. Понятно. В составе вражеской армии были не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны. С кем было труднее воевать и почему? Ну, я был на втором гражданском фронте, там в основном были румыны и немцы. Других не было. Ну, если считать о румынах, они, конечно, намного трусливее, и запивые, и прочее, прочее. Но они такие какие-то коварные, такие, знаешь, с дуринкой такой, знаешь, коварные, ну, румынные, это что? Это же цыганы, по сути дела, их нации, как цыганские нации. Да еще, вообще-то, когда-то в свое время они там еще застряли, цыганы, так они и пошло вот этот цыганские нации. Вот. А они, они более педантичные. Он как-то, если, может быть, что-то, решил или сказал, он, значит, старается быть педантом, то есть, выполнить, или прийти вовремя, минуту-минуту. Видите? У них вот такая положительность, да, понимаете? А так, по отношению военных действий, румыны шли больше в Черном море. Румыны были в Одессе. То есть, у меня знакомые в Одессе жили, знают, я к ним ездил после войны, они мне рассказывали, что они были не коварны, нехорошие. Немцы тоже не пряник. Они свое дело могут сделать, он может тебе не сказать, а решал, и прочее, прочее, как педант. А гуманин, чтобы себя, ну, как вам сказать, показать, показуху, они были разную взяли, так уж, уж больно, слишком себя показать, что вроде выслужатся креденцы. Он же их взял, по сути дела, как отдельные румынские армии, там была. Часть. Выслужиться надо, конечно, перед хозяевом. Скажите, а вы сталкивались со случаями дезертирства? Вот, может быть... Дезертирство, он был у нас случай один. У нас, в авиации. Да, в нашем полку. Мы из Югославии перевозировались в Вергию. Летом со столом раз, и улетели. А двое ребят остались в Югославии. Им уж больно там шикарно показалось. Познакомились с девчонками. Ну, очевидно, у них была какая-нибудь там дружба, плодо связи и прочее, прочее. И они решились вообще там остаться жить в Югославии. И мы, когда уже прошло, наверное, месяцев шесть, о них слышно ничего не было. И после шести месяцев лезу нам объявляют срочное построение полка. Их привезли к нам. Нашли их. Там где-то по Дунаю, где-то они на лодке плыли куда-то по течению вниз. их там уже работали наши чекисты. Их нашли и привезли. Их как вот это вот показной привезли в полк. И здесь им зачитали пригород военный, там прокурор, прочее и штаба на фронт. На самую передовую точку, там, где может быть высоту брать с расчетом таким, что знать, что все погибли. Ну, в общем, вот так был случай. Это точно. А вот бытовые трудности были какие-то на фронте? Какие-то трудности на фронте? Бытовые? Бытовые? Да, были какие-то трудности? Нет. Нет, нет. Ну, так сказать, они знают, что мы вроде уже победители почти, весь пятиминут и прочее. Относились уже нормально, хорошо, почему? Ну, и кто же захочет терять такие отношения и прочее, смело идти против кому? Был один случай, он сказал, свинтопе, вот так было. Ну, комендатура обратно защитила. Мы, освободители, мы не можем их трогать. как вы оцениваете нашу боевую технику? Нашу? В то время, да? У нас тогда нормально было, У нас самолеты хорошие были. уже. Ну, вы же на американских, да, в основном летали? Ну, американская часть, американская часть хорошая. А вот российские как были? Ну, понимаете, здесь разница в чем. У нас машины были моторы не с воздушным охлаждением, а с принудительным охлаждением. И поэтому, когда наши машины приходили с полета, внутри капота они там все грязные. От масла всего. У американцев моторы были воздушного охлаждения. В два ряда по 7 цилиндров. Вот он как уйдет в полет часа 4 придет и все блестит внутри. Масло не граммы, все обдувается. вот в этом хорошо. Но у них так отработал 10 тысяч часов мотор. Сняли металл другой новый ставит. А у нас снимут головку цилиндров, цилиндр заменят, сюда опять чихает, но все еще йод. У них определенный регламент часов. Все и регламент и новый ставили. Скажите, а как вы отдыхали на войне в часы затишья? отдыха. Да почти его и не было. Ничего какой-то можно. Так, уже после когда война кончилась, было, в клуб сходим, там что-нибудь, ну не каждый день, когда что-то читал, кино, там, это да. А во время войны приходилось ли вам, например, слышать выступления артистов, концерты фронтовых? Ну, это концертный бригад приезжает. Ну, это было, Приезжает, знаете, в расположение аэродрома, на грузовую машину, борта откинут, получается, как площадка, это самое сценное, и на ней поют и прыгают. А какое значение они имели для вас? Ну, как вам сказать? Или вы не придавали особо этому? Ну, а совет не придавали. Кто там, разные люди, кто там посмеется, кто там по сути, кто что-нибудь, кто-нибудь там подсадворит другую, что, видишь, какая, видишь, там еще что-нибудь. Ну, так вот, судили, конечно. Все это молодые ребята, как-то не трудно, а все равно шутка как-то уже проходила. Понятно, а была ли любовь на войне? Что? Любовь была на войне? На войне вряд ли. У нас почти никого женщин, кроме медперсонала. Здесь и вот кухня, повара, там, женщины в войне. А знаменитые наркомовские 100 грамм, какую роль они играли для вас, ваших товарищей? у нас не было. Вообще не было, да? У нас вообще этого не было, потому что это двигатели, авиации, воздухи, тут, как автомобиль, там еще больше, потому что ты воздухи, не грамма. но немножко были, когда заслуги, если я ее выявил, откуда, я вам сигарет скажу, 20 литров заливается чистейшего спирта в антиобледенительную систему. И когда машина попадает на большой высоте об углока, то начинается обмораживание крыльев. И за счет этого льда веса машина вниз падает. Падает. Надо как избавиться от льда? Здесь трубочка, которая идет почти длиннее крыла, пускает насос и пускается как вы одет дюхами развивается. Так и там распыляет спирт. И спирт тут же сразу распыляет лед, он оскалывается и слетает. Ну уж командир корабля все сонет, придет и скажет слей немножечко. Я напишу, что я заслонился в помоище. Он же отсчитывается. Скажет, не два литра из расхода, а написано два с половиной. Понятно. А известия с домом получали вы? А? А какие известия с дома вы получали? А из дома нет. Так, мама писала письмо, я ей больше никого. Сестра по фронтам. отец у меня исполчение пришел, так его взяли работать в МВД, в милицию по Москве, а они на казарном положении в годы войны. Скажите, а вы были ранены? Где? Ранены? Ранены, да, были? Нет. Бог вел. Да, повезло. А плен, оккупация? А? А в плену вы были или в оккупации? Нет. В оккупации нет, плену тоже нет. Когда началась, я был в Москве, так, я и был в Москве, да, пока не взяли меня, парни. Понятно. А что вы знали о союзниках СССР? О чем? О союзниках СССР вы что знали? Ну, мы знали, что откроют фронт, но не открывают. Ну, так вот проводил беседу политработник. Все спрашивали, когда, до чего откроют, чтобы нам полегче было. Скажите, а вот ощущалась вообще их помощь на фронте? Простите. Помощь их на фронте вообще ощущалась? Помощь? Да, их союзников СССР. Ощущалась она как-то? Нет, мы ее не видели. Вы знаете, в общем, может быть, у нас такая матчасть была вся американская, поэтому там уже эти машины, когда приходите, там у них игральные карты американские, котелки все их комбинзоны их не нужна была. Понимаешь, я вам скажу, авиацию не обижали. Там же люди все с образованием, по сути дела, поэтому это как уже, честно говоря, как элитные войска вообще-то в свое время когда-то говорили. Сейчас это нет, а там когда-то там. Понятно. А где, как вы встретили День Победы? Вот 9 мая, 45 погода? А вот так, в Венгрии. А что делали? Проснулся. Сказали, что война кончилась. Ребята, давайте автоматы, подорожите диски, то есть стреляйте. Вот и стреляли. Понятно. Скажите, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет? Отношения между людьми? Что вы сказали? Какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет и отношений между людьми? Вот тех лет. Трудно сказать. Я хочу сказать, что все фильмы хорошие были в то время. по войне. Все были. Только было одно такое вот, показывали именно человеческое отношение ко всему, как выжить. Понятно. А вот произведения какого-то писателя есть, которые правдиво отражают войну, по вашему мнению? или более произведения? Да я, по сути дела, по сути дела, по сути дела, его книгу. Он пишет то, что есть. Понятно. А какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи? или какую книгу прочитать? Ой, не знаю, что сказать. Такой фильм, фильм, фильм хороший, много было раньше. Мне нравилось многие фильмы. Ну, смотря как. Если ребята, то, конечно, нужно Курскую дуга смотреть, где была такая бойня, что там столько тысяч по-другому на Курской дуге. Сталинградская мильта, тоже фильм хороший. Ну, а женщину совсем другое может нравиться. Другой, про любовь. Знаешь, тоже фильмы были хорошие с нашими артистами женщины. Что можете сказать о войне с Японией? Как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось с ней воевать? Я хочу вас спросить, я в Торец бегаю, можно я вас говорю?